Юля, мы с тобою! Юля, мы с тобою! На Украине! Юля, мы с тобою! Юля, мы с тобою! Юля, мы с тобою! Юля, мы с тобою! Поэтому, пожалуйста, покажите безтоверение! Лечиться нельзя? Вы лечитесь? Лечиться, что ли, по-настоящему! Ну вот, потом пройдите! А потом пройдите! А потом пройдите! Руки уберите! Тут вильный доступ до территории! Это что, режимные объекты! Что вы делаете? Хорошо, автоматически! Это что, режимные объекты? Территория, или что? Ну вы что, дикаре! Вы в каком веке живете? Ну ребят, а ну что вы вообще? Я журналист, у меня удостоверение! Говорю, у меня удостоверение! Я пройдусь до вестибюля! Видно, да? Мой дискачик, кто-нибудь бачит? Вони передают все! По телефону! Андрей, пока вы там ходили, надо... Обувь, что мы не принимаем! Мы ударили в штабы! Мы ударили в штабы! Мы с тобой! Юля, мы с тобой! Целуем, обнимаем! Юля! Юля! У-у-у! 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 Юлий Вольев! Юлий Вольев! Юлий Вольев! провокацию в новую чередливую священную. И тоже мы поговорили о вопросах, о защите судей, которые сегодня произошли. Кроме того, я родина передавала приветствия нашим молодым депутатам, мы слышали, как они приветствовали в лекарне фракции, ну и некоторые вещи, которые мне должны говорить в лекарне фракции. То есть сегодня у нас такая встреча. Стан здоровья Вірю Владимирович, я не смотрю, что он улучшился. Больше того, психологически, мне кажется, он должен быть еще хуже, но она держится. Почему хуже? Потому что она находится в 4,5 квадратном методе. То есть мы разом, когда мы были с Сергеевичем, там нема, где было сидеть, даже на. Там находятся все, скажем, это душевая комната, можете себе представить, как это в душевой комнате все может быть. Стопчаном это первое. И второе, я хочу сказать и подтвердить, что акция непокори, которую родина объявила еще 8 сечня, а сегодня уже 12 сечня, продолжается. И она ее продолжает, и продолжает не просто как человек, которая сидит сегодня в вязнице, незаконно, и которая протестует против того, что не просто протестует, потому что есть камеры, есть караул человеков, есть еще тортури с боку колонии. Но она протестует, она показывает всем людям, и она просила это передать, что она протестует против незаконных действий влади щодо знущения над простым людьми. Вона таким чином даёт понять, что можно этой владе протестировать. Я не знаю, какого чина Юля Тимошенко дьявол судей, который сегодня принял заседание и не разъяснив хлопотание? Знаете, я знаю, что дьявол судей вчера она эти дни прокомментировала, написав все заявки. Вознаю. Была відмола об этом сегодняшнего англома перебивания судей. Считым посыланием. И мы, как захисники, это полностью поддерживаем и подтверждаем. И взагал, и захист вважает, что это правильная позиция. Есть 138 статей КПК, пункт 5, которая говорит, что человек, который находится в медицинском закладе и проходит на стационарном лекаре, она не имеет права быть отказана будь-ким, следователем, прокурором або судом. Прошу сегодня полудоведенного судья. Это означает, что Юлия Володимировна отказается брать участие в завтрашнем судовом заседании и допустим слідка за справу ощербанья? Я еще раз скажу, что Юлия Володимировна находится, она пребывает, вы знаете, в колонии, за гратами. И состояние здоровья не дает возможности ее пребывать в любом месте, в том числе и в суде. Тому, сегодня, если пенитенциарная служба и руководитель колонии за решение судов вважает, что нужно принимать решение и привозить ее силой, ну, нехай они такие решения принимают. Но есть закон, который необходимо не выполнять. То есть решение принимает пенитенциарная служба, а Юлия Володимировна свою позицию не висловила? Справа в том, что Юлия Володимировна свою позицию висловила, и она сказала, что она готова принимать участие в заседаниях судов. Больше того, она готова принимать участие в процессуальных действиях при допитах тих, нібито, святки, в которых мы покупали из-подвала, только тогда, когда стан здоровья позволит ее сделать, раз, и, по-друге, она будет подготовлена, то есть будут наданы все материалы, все томи этой справы, которые они уже объявили, что они уже сделаны.